Главное событие года аграрной отрасли. Краснодарские фермеры готовятся к Кубанской ярмарке. Свою продукцию представит более тысячи агропромышленных предприятий и фермеров со всей страны. Краевой центр будут представлять 87 участников. Анна Федорова побывала в хуторе Копанском на клубничном поле одного из краснодарских садоводов и убедилась, фермерам есть чем поразить посетителей ярмарки. В клубничном царстве, малиновом государстве, семи первое, на что обращаешь внимание, это ягодный аромат. Он буквально наполняет поле площадью 2 гектара. Брать интервью сложно, вести съемку тоже. То и дело отвлекает соблазн сорвать с грядки представителя альбиона, шарлоты, маэстро или ирмы. Это сорт называется золотые купола. Когда она еще дальше поспеет, она будет золотым оттенком. У кого диатез, у кого не может красное кушать, вот, пожалуйста, желтая малина. На кубанскую ярмарку Владимир Антропов привезет и рассаду. Эту, сорт Андреас, наверняка оценят не только дачники, но и жители многоэтажек. Выращивать такие ягоды можно хоть в квартире на подоконнике. Вот вы посадили, да, у вас на Новый год будет клубника, на 8 марта. Тяга к аграрному ремеслу геолога по профессии Владимира Антропова появилась одновременно с покупкой дачи, еще в 75-м. Тогда на стандартных шестисотках он посадил свои первые кусты, но обычный урожай его не устроил. И новоспеченный дачник стал экспериментировать. Русского спрашивают, когда вы кушаете клубнику? Он говорит, каждую весну. А англичанин спрашивает, а когда вы кушаете? Он говорит, каждое утро. И вот мне этот анекдот залез в голову, значит, и говорю, почему мы летом и осенью, зимой не кушаем клубнику? И вот тогда появилась идея такая, что если мы сажаем и через два месяца она начинает полоносить, а если мы ее выкопаем, в холодильнике подержим и летом посадим. Эксперимент удался. Рассада дала урожай в октябре. Несколько лет спустя Владимир Александрович узнал, что этот метод выращивания растений не его открытие, а называется он фрига. Супруг агронома-любителя полностью разделяет его страсть. Сначала говорит, как декабристка следовала за интересами мужа, а потом по-настоящему увлеклась растеневодством. Когда сажаешь маленький такой усик, а он потом вырастает в такой большой кустик, это очень радостно. Ласточка моя, золотая моя, расти моя птичка, и как только я их не называю, ласково любя. Почти круглый год пенсионеры проводят в поле. Урожай собирается с апреля по декабрь. Все потому, что сорта ремонтантные, то есть плодоносят по три раза в год. Но еще плодовитие те сорта клубники, которые не зависят от продолжительности дня. Они дают урожай по шесть раз в год. За сезон садоводы собирают до 40 тысяч лукошей клубники и малины. А в этом году ягод будет еще больше, уверены садоводы. Очередной их эксперимент удался. В этом году вот впервые мы поставили теплицы, и разница была ощутимая во внешнем виде куста. Куст большой, здоровый, красивый, зеленый. И столько мы здесь собирали клубники, вы не поверите. Главное относиться к своему делу с любовью, говорят супруги. С любовью здесь посели на соломку под клубнику, от этого ягоды не гниют и не пачкаются. С любовью землянику собирают. Вот это приспособление Владимир Александрович придумал для того, чтобы во время сбора урожая не повредить нежные кустики. Я могу поставить на любовь, посмотрите. И ничего не раздавил. А если ящик я поставил, я бы здесь помял бы клубнику. Ягоды скупают оптовики, рестораны и интернет-магазины. Садоводы признаются. Курс властей на импортозамещение сыграл роль катализатора. Продажи пошли вверх. Сейчас стало лучше, конечно. Если продержится это несколько лет, то я думаю, что на Кубани многие займутся клубникой, малиной. И мы заменим этот импорт. У нас вкуснее клубника. А главное – полезнее. Владимиру Александровичу уже за 70. Врачи порекомендовали ему покой из-за порога сердца. Но пенсионер утверждает, что чувствует себя юношей. Всё дело в клубнике. Анна Фёдорова, Андрей Вискушенко, Надежда Зайцева, телекомпания «Краснодар». Спасибо.